здравствуйте данный ролик я думал как назвать и в конце концов пришел к выводу что фраза афганский сценарий для россии подходит как нельзя лучше суть в том как внешние игроки воспринимают российско-украинскую войну и на что рассчитывать причем с одной стороны в первую очередь это естественно касается соединенных штатов америки куда совершил визит владимир зеленский расширенная помощь от сша а логики россии и логики других стран в частности китайской народной республики потому что не так давно вышло несколько таких знаковых интервью китайских дипломатов что же давайте по порядку и так россия втягивается в войну в украине то есть это повторение пройденного либо того что уже проговаривал раньше в расчете на быстрое завершение и фиксацию своего статуса супердержавы которая может не особо считаясь международным правом по при по праву сильного решать свои проблемы и утвердить сам утверждаться мили но случается неожиданно украина не сдается на этом фоне частью теперешних партнеров украины которые еще весной ожидали победа россии либо смотрели что там будет они переходят к тактике поддержки украинской стороны с каждым разом все больше и больше при этом естественно не желая того чтобы конфликт перерос формат мировой войны то есть локальный конфликт но сами воевать не хочется это логично но с другой стороны не хочется чтобы украина проиграла это тоже логично потому что на следующем этапе запросы российской стороны будут намного больше то есть тем более что исторически проявили но уж слишком явно то есть давайте вспомним нацистскую германию начиная от событий ну скажем начиная от от шлюса австрии дать дальше события с чехословакии потом больше ну и так далее говорится по накатности то есть каждым разом аппетиты все раз ну примерно то же самое тут то есть есть решение что необходимо чтобы этот процесс станет остановился в зародыш то есть условно говоря если представить что чехословакия в тридцать восьмом году вдруг решила воевать и воевать успешно после их но фактически можно говорить уже почти год там без двух месяцев войны а зеленск совершил первый визит соединенных штатах америки и этот визит сразу знаменовался двумя решениями первое это один из последних этапов либо одна один из последних таких условных банов как тут против чего выступали том числе часть американских политиков это например передача киеву современных систем противовоздушной обороны и ну как бы сказать более эффективных систем поражения противника то есть в том числе и дальнобойная ракетная система его высоко точно рушил то есть этот банк по крайней мере был частично преодолен потому что украину вероятнее всего ближайшее время поедет зрительный ракетный комплекс патриот пока что идет речь о одной батареи это четыре пусковых установки то есть от 32 до 128 ракет которые могут быть выпущены одним залпом то есть условно говоря одной такой батареи ну теоретически должно хватить на прикрытие одного из городов то есть это не решит проблему как бы сказать комплексе но это начало процесс весьма интерес начало процесса и например заявлено о передаче в том числе высокоточных ракет авиационных ну и в том числе идет разговор о решении проблемы с авиацией одним словом вооружен поддержка оружием украины со стороны по крайней мере сша есть есть заявлены есть планы на следующий год есть планы со стороны других государств по большому счету поражение украине украины рассматривается как маловероятный и негативный сценарий теперь что касательно озвученных вариантов завершения войны тот же сам байден заявил скажем сказал что рассматриваются три варианта дипломатических решений первый это украина выходит на границы которые признаны на уровне организации объединенных нас то есть восстанавливая контроль над крым над крым над донбассом второй вариант это ситуация на начало февраля 21 года то есть без крыма и счастья донбасса третий вариант с донбассом но без крыма еще раз хочу заметить что вариантов остановить как есть либо компромиссов с российской федерации насчет контроля захваченных территорий новых захваченных территорий этого уже не рассматривается как вариант завершения именно войны только как вариант перемирия вполне возможно в этом кардинальное отличие ситуации которая была чуть ранее то есть еще по крайней мере полгода назад и ситуация на который пытается настаивать российская сторона что давайте хотя бы перемири в формате как если дальше посмотрим на этом фоне россия втянулась войну то есть получается что во всех трех случаях россия вынуждена будет отвезти войска с территории которую она уже успела объявить свои любом из трех случаев это внутри политически это признание военно-политического поражения российской федерации причем признание над на таком уровне что спрятать его за за пропаганда не получится то есть как следствие с выходом на внутри политический кризис в самой российской федерации то есть условно говоря это означает что у владимира путина могут возникнуть но скажем так достаточно серьезные проблемы с точки ну исторически такие проблемы всегда возникают это проблема русского царя который признал поражение вот и год это первая такая как бы сказать ассоциация с афганистаном то есть до советской союзе в афганистан единственный вариант выхода из ситуации учитывая что он с каждым разом залазил все глубже с каждым годом это был вывод войск ну то есть де-факто признание поражение то есть без признание бессмысленной войны в результате которых и ничего не получил кроме того кроме того что угробил энное количество своих солдат и причем потери и в украине они уже во много раз превышает потери россии в афганистане за все время вот таким образом первая аналогия с афганской войны вторая аналогия которая может быть это возможности применения силы и возможности эскалации для россии естественно на данном этапе учитывая такую позицию ключевых партнеров или соперников как угодно воспринимаете остается единственный вариант это попытаться переломить ситуацию военным путем то есть пойти алгоритмом подготовки проведения нескольких наступательных операций в надежде что все-таки удастся сломить сопротивление украины но как всегда в таком случае в случае растянутого конфликта вопрос накопления сил средств и удара это всегда может оказаться меньше накопленной тобой силы средства могут оказаться меньше чем потенциал на который к этому моменту приобрел твой противник в данном случае украины то есть посмотрим даже с точки зрения и вооружений техника с точки зрения подготовки с точки зрения того самого морального духа получается что для россии с каждым месяцем все сложнее для украины нелегко тоже естественно если потери так далее но с точки зрения и снабжения и всего остального с каждым месяцем получаться все легче потому что худший момент в этом году это был где-то июнь июль месяц для российской федерации поправки ситуации необходимо на данном моменте к нибудь условно говоря громкая победа или победа которую они они объявят громкой а поэтому идет с но абсолют такой убогий бессмысленный штурм бахмута будет отдельно сводка по фронту по логике войны но одним словами россии необходимо либо переломить ситуацию либо дальше уходить форма долгосрочной войны на в надежде на какое-то изменение баланса сил на внешней политическом поле либо как говорится удобный момент ну плюс пытаться естественно уничтожать дальше инфраструктуру крайность и с этим тоже с каждым месяцем с каждой неделе становится все больше появляется все больше и больше проблем даже с точки зрения расхода боеприпасов по поражению энергетической структуры то есть каждым разом запускаться все больше ракет все меньше долетают процент сбитых увеличивается снова с новыми зенит ракетами комплексе естественно увеличится еще больше вот поэтому тоже сомнительно всего лишь новость новый виток спирали вот такой скалац но виду как когда россия просто как закручивается в войну в украине не имея возможности безопасно для себя отойти есть у россии вариант и возможности скажем так кардинально изменить ситуацию теоретически они были первый вариант это вот так называемый ядерный шантаж статистический тактический ядерный удар и так далее на эти основания в кремле всегда смогут но тут есть одну маленькая но то есть эта ситуация напугала многих но когда россии в кремле заговорили о такой вероятности еще летом и спасли достаточно резкая реакция со стороны стран нато что-то будет воспринято как нападение на альянс потому что данном случае опасность том числе для граждан стран нато вот радиации и с другой стороны ближе к осени окончательно оформилась но по большому счету реакция китайской народной республики потому что китай да он выступает за дипломатическое завершение войны в украине а китай не так четко стоит на позиции что украина должна вернуть контроль над всеми захваченными территориями но с другой стороны китай однозначно и весьма резко выступает против любого формата применение ядерного оружия для российской федерации это уже к чрезвычайно боль вот еще раз россия влазит как позиция сша понятно то есть влазит россия слабевая дальше посмотрим позиции европейского союза разно но в принципе тоже то есть уменьшаются амбиции российской федерации но почему афганский крис как раз таки на советский союз во время войны в афганистане осмотрели не только противники но часть так называемых союзника часть государства варшавского блока а потому что чем слабее был советский суд его внимание было приковано к одной ключевой войне тем меньше было внимание на всех остальных то есть данном случае война в украине страны центральной азии потихоньку уходит под зонтик безопасности китая ну то есть россия влезла это проблемы русских ради бога хотите убивать своих точно заниматься самоубийством украине занимайтесь китай еще раз ключевая доминирующая внешнеполитическая линия это противостояние китая сша ближайший куб для китая необходимо утвердиться до 35 года как минимум как страна в топ-5 в идеале как вторая сторона в мире на по влиянию в 2050 они озвучили свои цели стать первым для китая сейчас не нужна большая война которая разделила мир на два блока но желательно чтобы конкуренты сам устранились как говорится убили с головой в стену чем сейчас успехом занимается российская федерация почему бы нет ну параллельно вот этих конкурентов скажем привязаны к себе при этом заметьте ни одна ни другая страна они выступают за распад россии то есть российская федерация глобальным игрокам выгодно а существа не как ослаблены возможно как регионального лидера региональность протяжения но не как мирового игрока если россия идет этим путем все просто подталкивают ради бога вот то есть китайская позиция понятна российская позиция еще раз для российской федерации ситуация становится все хуже то есть с точки зрения ведения войны ресурсов наведения войны ресурсы есть россия может еще несколько лет воевать с точки зрения обеспечения войск техникой но тут есть свои проблемы с электроника то есть права свои проблемы с новыми бросами окей с точки зрения приведения конфликта на более высокий уровень сомнительно в этом не заинтересован никто из внешних игроков россии может попытаться самостоятельно может попытаться привлечь союзников но пока что единственным возможным вот таким союзник которого можно втянуть войну является беларусь минут втянуть еще больше но там тоже есть какое-то чувство самосохранения и кроме того потенциал беларуси он не решает данный проблем вот а банановой республики баку нибудь нигра гонусом сами понимаете это тоже не выход вот поэтому в данном случае и с точки зрения вывода на новый этап такой вот предполагает наличие каких-то союзников который ты можешь можешь быстро вовлечь в начале 21 года теоретически можно было говорить про дкб можно было говорить просто постсоветской страны но это чисто теоретически то есть при благоприятных сечения обстоятельств и подготовительной работе дипломатии так далее сейчас ну мягко говоря сомнительно это даже представить таким образом для россии масштабирование конфликтов вот и условно говоря его на формат очередной мировой но это он невозможен потому что это получится не россия против края на просто россия против всех вот в том числе кстати и частичные против китая что для русских не ну не слишком хорошо не слишком приятно поэтому единственный вот вариант который оставили внешние игроки еще раз говорю речь не о соединенных штатах америки отдельно не в европейском союзе речь в том числе у сша и китай вот своими красными флажками и случае с сша поддержку украины это для россии еще больше вкручиваться в конфликт войну в украине без вариантов с безопасного для правящей верхушки выход и таким образом получается вот это как раз таки то что было в афганской войне ты не видишь перспектив переломить ситуацию и победить таких шансов тоже потерял то есть российская федерация тогда советский союз потерял так такие шансы на рубже 80 года вот когда пришлось проводить именно полномасштабную войсковую операцию выхода победа невозможно выход но он гарантирует просто внешне политическое поражение которое вынужден будет признать верхушка а участие войне она в том или ином формате она вымывает ресурс и военные и политические и экономические потому что в данном случае в отличии кстати от афганской войны во многом а речь идет и о экономическом давлении то есть по большому счету россию так вот осаждать осаждать просто ну на уровень есть еще раз не государств третий мир на уровень такого большого регионального игрока но с обрубленными амбициями и с весьма ограниченной ограниченным возможности внешнеполитического влияния потому что то что недооценивают сейчас вот как раз таки удары по российской нефтегазовой дубеньки на европейском направлении работа по российским информационным ресурсам которые ногти на развивала поддерживала финансировала и которые имели цереводит аудитория населения стран европы африки и южной америке так далее то есть ресурсы потихоньку блокируются отбрасываться так далее то есть тут вопрос не только экономического давления вопрос еще разрушение информационного вопрос разрушение инфраструктуры лоббизма российского потому что с каждым месяцем войны все меньшее количество европейских политиков в лидерах общественного мнения будет желать работать с россией и каким-то образом и транслировать россии на россии российской народе из получать от маленькой резервации в которую россию так вот аккуратно подталкивают 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 и пока что она вариантов выхода из этой ситуации она не имеет какие возможные сценарии но теоретически россия еще раз попытается переломить ситуацию путем большого военной компании который скорее всего может может готовиться очень готовится на 23 год то есть попытка добиться какой-то преимущественно фонтинг то есть соответственно усилить свои позиции а второй вариант это ну по результатам зимней кампании если она закончится ничем она с большой долей вероятности кончится ничем либо оплюхой для россии это пытаться очередной раз выйти на перемирие либо же в качестве жеста доброй воли возвращаться как каким-то границам то есть как как минимум попытаться сохранить с собой донбасс и крыль вот такой вот минимальный вариант для российской федерации в качестве такого широкого жеста предложение давайте мы выходим отовсюду кроме этих территорий по этим ведем переговоры это тоже больно но это наименьшее на менее болезненные другой вопрос что учитывая рост вот таких вот радикальных настроений в самой российской федерации а такое решение но на маловероятно в начале 23 а в конце 23 она уже он его принимать уже будет поздно потому что в случае еще раз не успехов россии на такое решение не будет согласно от но однозначно любом варианте украина даже нас на самый такой быстрый выход россии и это уже не будет воспринято как игра с позиции сильного внутри самой российской федерации одним словом афганский сценарий для россии примерно с теми же результатами которые принесла афганская война советскому союзу это раз это с условно говоря такой можно назвать хорошей новостью а в том числе кстати для соседей российской федерации потому что еще раз том числе в результате афганской войны начался внутри политический кризис с с ком союзе который позволил многим отскочить от советского но позже российского рига минус минус в том что не москва они ее партнеры либо оппоненты горы пекине о вашингтоне они не рассматривают в качестве доминирующий вариант быстрого быстрого завершения войны они понимают что вот если какая-то страна втягивается такой долгосрочный конфликт этого это к это конфликт не истощить то есть увы война в 23 году она имеет шансы закончится в результате достаточно резких и явных успехов украины на фронте только в этом случае случае если россия там проводит мобилизацию так далее то есть россия все равно будет пытаться даже в условиях такого негатива для себя перейти в новую затяжную фазу из перевести конфликт на 24 вот как-то такие с одной стороны интересно другой стран безрадостные выводы пока что по результатам визита зеленского сша и там серии интервью китайских дипломатов кстати в том числе американской прессе к слову носим у меня все видео понравилось лайкать и расшаривайте комментируйте подписывайтесь на мой канал поддерживаться подписка на патреоне ибо такая подписка стимулирует меня записывать все новые и новые ролики ну а также для тех кто досмотрел до конца маленький вопрос для аудитории вот перед этим блэкаутом который попал успела съездить на так называемый форум астрожского то есть там с визитом были с поездка были отдельные и негротичные ситуации предыстория все остальное и есть свои замечания точнее впечатление которое несколько отличается от бровольных репортажей на сайте офиса и кабинет а то есть если есть интерес раньше люди люди спрашивают где-то недельку полтора назад что там произошло то есть могу поделиться своими впечатлениями есть только с одним но поскольку правила формата были правила чатом house то есть я не я могу говорить о тезисах которые озвучились я не могу говорить кто озвучивал эти тезисы ну как говорится кто бы то есть цитировать учим говорили могу больше нет то есть в таком варианте без проблем могу снять отдельный рот если есть интересно естественно в таком случае базой будут мои собственные впечатления за себя лично я могу говорить да сим все еще раз радость и счастье удачи мирного неба над головой традиционно не верьте ни одному моему слову проверяет все слушайте других смотрите других приходите к собственным выводом потому что только собственное суждение собственного вот делают из нас людей думающих они стадо которая идет за каким-то вожеком я очень хочу чтобы моя аудитория состояла из думающих людей но сейчас все-таки надеюсь понимаю что выглядит несколько смешно данных ситуаций но возвращаться к попыткам выпускать ролики регулярно вот теперь наконец-таки все всего наилучшего удачи